С цукатами, изюмом, шоколадом, орехами и даже вяленой клюквой. Рецептов приготовления пасхальных куличей существует очень много. Кто-то покупает в магазине, однако есть и те, кто предпочитает исключительно свой, домашний. Елена Баканова выпекает куличи более 20 лет. За это время узнала все секреты приготовления пасхального лакомства. Уверена, в этом деле главное не торопиться и соблюдать технологию приготовления. Сначала ставится опара – 2 стакана муки и 25 граммов сухих дрожжей. Ингредиенты смешиваются и просеиваются через сито. Это придаст будущему тесту легкость и воздушность. Затем подогреваются 3 стакана молока. Примерно температура нашего тела, то есть оно должно быть теплое. Если залить дрожжи с мукой кипятком, то они просто сварятся и, так сказать, погибнут и не будут уже оказывать свое действие основное. Смешиваем все ингредиенты, которые потом будем добавлять в наше тесто, пока готовится опара. На 0,75 литров молока я беру много яиц. Это, как правило, 2 белка, которые я использую в гоголь-моголь и вот 2 желтка, которые от них остались, я добавляю к 13 яйцам, которые я сейчас положу. И на это количество яиц я люблю куличи, чтобы были сладкие. Ну, примерно около 3 стаканов сахара. На очереди яйца. Важное правило – они должны быть комнатной температуры. Поэтому примерно за 2 часа до начала приготовления теста их нужно достать из холодильника. Они взбиваются с сахаром. До увеличения в объеме в 2-3 раза. Через 30 минут можно смешивать получившуюся массу с опарой. Туда же 2 пачки сливочного масла и чайную ложку соли. Аромат куличей подчеркнет ванилин. Понадобится 3 пакетика. Затем добавляются 7 стаканов муки и полстакана растительного масла. Чтобы определить консистенцию теста, я обычно в конце уже руками домешиваю. Несмотрю, нужно еще муки. Это достаточно. Нам нужна более крупная емкость, поэтому, поскольку тесто будет хорошо подходить, примерно час, как минимум, если не больше, час-полтора, поэтому перекладываем в кастрюлю побольше. Незаменимый ингредиент для приготовления куличей это изюм. Будет достаточно одного стакана. Предварительно его нужно хорошо промыть под струей холодной воды и просушить. Теперь важный момент. Нужно наше тесто, которое уже у нас подошло, нужно будет обмесить хорошо. Естественно, этот процесс требует, чтобы его замешивали руками. Теперь добавляется изюм и все тщательно перемешивается. Тесто должно получиться тягучим, не жидким и не густым. Многие хозяйки, кроме изюма, добавляют еще различные цукаты, орехи. Ну вот, как по мне, уже с большого опыта в опекании куличей, я считаю, что изюм – это классический ингредиент, без которого обойтись никак нельзя при выпечке. Тесто обмесили, добавили изюм, теперь закрываем крышечкой и желательно накрыть какой-нибудь теплой, либо полотенцем, либо какой-то теплой тканью. То есть хорошо укутать, создать тепло. Тесто нужно оставить на 40 минут. Второй раз оно поднимается уже быстрее. А пока подготавливаются формы. Это, наверное, раритет наш семейный, потому что им, ну вот этим вот точно, лет 45. Потому что сначала, откуда я переняла такой опыт по выпеканию куличей, потому что этому научила меня моя мама. То есть сначала она нас, маленьких детишек, кормила этими куличами, мы ждали, когда же будет Пасха. А теперь я занимаюсь. Такая вот у нас семейная традиция. Каждую емкость нужно предварительно промыть и просушить. На дно положить кусочек пергамента и хорошо промаслить. И лучше вот так вот равномерно распределим по краям, тем у нас быстрее вынутся куличи. Это у нас не займет много времени. Когда тесто подошло, его нужно снова хорошо обмесить, затем распределить по формам. Берем баночку и наполняем на одну треть. Их нужно накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. За это время тесто должно подняться в два раза. Теперь куличи отправляются в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. В это время готовится глазурь. Два белка сбиваются в пену. Для ускорения процесса добавляется лимонная кислота на кончике ножа. Затем два стакана сахарной пудры. Готовые куличи ставятся в емкость с холодной водой. Так они быстрее остынут, их будет легче вынимать. Всего получилось 14 красавцев. Каждый весом 200 граммов. Можно раза два пройтись. Так, теперь берешь. Иногда я вот так постукиваю по донышку, но я чувствую, что он у меня уже сам идет. Ну вот наши куличи готовы. Теперь у нас момент декорации, чтобы они выглядели красиво и аппетитно. Для этого мы берем нашу взбитую глазурь и обмазываем. Делаем как шапочку. Верхушка куличей украшается кондитерской посыпкой. Хочется попробовать сразу, но пока рано. Ведь это прежде всего пасхальное угощение. Лучше заранее осветить его в церкви и дождаться праздника светлой Пасхи. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.